Сергей Буторин. Славные парни по-русски. Нерассказанная история. Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Здравствуйте, зрители канала «Книжный мир». Сегодня мы в гостях у нашего автора, конфликтолога Михаила Петровича Орского. Михаил Петрович, добрый день. День добрый, какой-то человек Лобанов. А зрители канала «Выжить 90-е». Добрый день. Поехали, да. В своих книгах, Михаил Петрович, в частности, в книге «Выжить 90-е» вы рассказываете, как вы двигались о коллективах 90-х. Вот сейчас вышла в свет книга одного из лидеров Ореховской-Медведковской группировки, господина Буторина. Скажите, пожалуйста, вы ее прочитали. Какие ваши общие впечатления? Начнем с того, что я ее читаю уже второй раз. То есть я ее буквально проглотил, упиваясь прочитанным, упиваясь этой новой информацией. И сейчас уже с чувством, с толком, расстановкой читаю второй раз. Понимаете, Дмитрий, впечатления двоякие. Вот я начал читать и начал проникаться симпатии к этому человеку, потому что, как говорится, как поется в песне, все родное, воровское. В каком плане? Что вот начиналось все, как у нас, вот такие какие-то базисные моменты. То есть у них есть кабак, у них есть спортзал, у них есть стремление двигаться не только самим, но и иметь на общении какого-то более знающего, более авторитетного человека. То есть мы прошли точно такой же путь. Даже вот как он описал одного из братьев Пылевых, который был чужд застольем, чужд таким светским развлечением, а больше был сосредоточен на экономике. И вот если меня смотрят мои экс-товарищи, и они будут читать эту книгу, я думаю, им придет в голову точно такая же мысль. Кого-то он нам напоминает. У нас был точно такой же человек. Ну, примерно с одной трети. И я проникался невольно, невольной симпатией к автору, как человеку, который прошел примерно тот же путь становления в 90-х. Ну, единственное, что он на этот путь вступил после армии спорта. Он, по-моему, был то ли КМС, то ли мастер спорта по боксу. КМС, по-моему. А я встал на этот путь после трех сроков и девяти лет лагерей. А потом этот путь был в какой-то степени идентичен. Но с одной трети, начиная примерно с одной трети книги, автор утратил всякие намеки моей симпатии. И там началась такая кровавая баня, что просто эта книга заставила меня во многом вообще пересмотреть взгляды на то, что происходило. Как-то романтический орел 90-х несколько улетучился из моей головы, прямо скажем. Скажите, пожалуйста, если сравнить прочитанное с вашим коллективом, что-то похожее, вы вот сейчас сказали, даже какие-то похожие черты, что-то наверняка отличалось? В первую очередь, отличался идейный базис. Мы отталкивались, если коротко говорить так, от ресторана «Фиалка». Все, кто в теме, знают, что это за место. Это место, где в конце 80-х и вплоть до 2000-х, или, наверное, до 2000-х я махнул, Лешка, так, до конца 90-х собирались старые урки. И нарративы наши были совершенно иные. Ни о какой пролитии крови, но речи не шло. Там, когда хвастались какими-то, не буду конкретизировать, какими-то жесткими проявлениями с нашей стороны, это осуждалось. Один из моих товарищей, из, так сказать, братского коллектива, который тоже ориентировался на «Фиалку», получил там многомиллионные предложения, сулящие многомиллионные выгоды о транзите запретных вещей из Китая организовать и так далее. Таксовось его чуть базиком не побил. Я вам говорю, дам, блин, сейчас наркотики. Вы чего, охерели, что ли? Вот такая вот была реакция. И, наверное, общение мое было в основном с теми коллективами, которые ориентировались на «Фиалку». И мы слышали вот эти, как говорится, не в лесу живем, там и из газет, из телевизора, интернета тогда еще не было. Слышали об убиенных, о погибших, о расстрелах, о разборках. В общем-то это воспринималось так, чего коснется и нам придется. Но у нас не касалось, потому что всегда могли договориться. Всегда могли договориться, всегда могли найти общий язык. А вот такого, вот, например, просто когда вот книга буквально выпала у меня из рук. Они едут на встречу с какой-то небольшой бригадой. Кстати, базировалась она где-то здесь недалеко, на Алтуфьевском шоссе, но я никогда о таких людях не слышал. Судя по описанию, судя по возрасту погибших, именно такого катаржанского плана бригада. Какая-то херня, вопрос там, автосервис там, что-то такое. Ну, в общем, скажем так, не слишком такой вот вопрос. Они ехали его решать, и вдруг одному из лидеров Ореховских, вот этому культуристу Ананевскому, насколько я понял, слава богам, у господина Буторина бездостоевщины, то есть он там не углубляется в какие-то психоаналитические там эти, глубины. Насколько я понимаю, вот просто уже охерел от крови. И вот они идут на эту встречу, и вдруг он по дороге говорит, а давай их завалим. То есть они даже не готовились к этому, по дороге, а давай их завалим. Вот так запросто. Вот я, конечно, охерел. И, значит, то есть потом ни о каком сходстве у меня и в голову ничего не приходило, тем более это был совершенно другой уровень у них, гораздо более высокий уровень. И к тем ухищрениям, к тем методам и приемам, по большому счету у нас не было нужды к таким методам прибегать. Ну вот там, допустим, вот он описывает покушение на Бобона, которого я неплохо знал. Ну как неплохо? Ну встречались раз 5-7. Знал, в общем, да, наверное, неплохо, неправильно я выразился. Они стрелять решили через стадион, через стену стадиона. А ночью там никого не было, а днем заступали там и какие-то вахтеры, и это самое. И вот они там чуть ли не неделю с ночи там в 6 утра там залегали у этой стены в этих лыжных костюмах, в меховых сапогах, с термосами, с кофе. И независимо от того, при этом, допустим, в 4 уже ясно, что он там не приедет. Но все равно они вынуждены были лежать там до 10 вечера, чтобы не спалиться. И вот так вот 5 дней, ну, скажем так, я бы сказал, да ну нахер, это невозможно. Чтоб я там лежал 9 дней, 7 дней, блин, значит, это самое. Я лучше дома на диване полежу. Вот, в общем, вот поэтому, конечно, да. Михаил Петрович, в чем вы видите, какие причины вот этой кровавой бани, почему так много убивали друг друга, своих, можно сказать, коллег? Вы знаете, вот сейчас принято разоблачать там воровскую идеологию, весь этот блатной флёр, но фишка в том, что убивали-то не блатные. понимаете, вот лагерь, он может быть 500 человек, может быть там 2-3 тысячи. Вот отряд от 50 до 100 человек. И любой удар, пощечина, несёт за собой большие последствия. Поэтому в лагере редки, редки случаи насилия. Если оно случается, его надо обосновать. И, соответственно, лидеры коллективов, которые прошли лагерную школу, они были очень осторожны в применении насилия. Это уже в загривке, в подкорбке сидело. Это уже въелось в плоти кровь. Но в рэкет пришли спортсмены, вояки, у которых были совершенно другие нарративы. Их не учили разговаривать. Их учили поднимать штанги, бить морды, бросать через бедро. Если мы говорим об армейцах, то их научили стрелять, взрывать. Вот они и начали применять. Только раньше они все это делали за медали или за зарплату. А тут на кону стояла красивая жизнь. Обладание серьезными денежными средствами. Вон, посмотрите на покойного Солоника. Три года назад могилы копал. А три-четыре года спустя с королевой красоты, которые там на голову его выше там в Греции рассекал. Ну, где правда и нашел. Ну, разумный человек понимает, что это когда-то кончится и кончится далеко не так весело. Дорогой ты мой издатель. Вот скажу тебе как на духу. Я не мудрец. у меня нет мудрости человека, которого мы с тобой вместе знаем и уважаем, выведенный в моих книгах под именем Каленый. Ну, вроде тоже не идиот. Но вот деньги они застилают глаза. Как это? Бриллиантовая пыль перед глазами. конечно людям со средним IQ коим я себя отношу конечно нам казалось, что все это будет длиться бесконечно. И конечно о будущем мало думали, тем более если у меня к этому нет каких-то природных способностей, как вот например к экономике. Меня все подозревают в ведении какого-то бизнеса. кстати пользуюсь случаем тут недавно. Ребят вот херней не занимайтесь. Вы видите чтобы я во время своих встреч с вами просил донаты. Нет. Вы видите видео с рекламой? Нет. На территории Белоруссии и России отменена. Какие деньги? То чем я занимаюсь это называется хобби. Михаил Петрович скажите изменилось ваше отношение к Сергею Ивановичу Сильвестру? Но Дмитрий тут двойственный момент потому что насколько я знаю у многих книга господина Буторина вызвала бурное возмущение в том числе и у супруги Сергея Ивановича поэтому надо быть очень осторожным в высказываниях но чисто если мы берем по времени время убийств время гибели определенных людей и то что в это время Сильвестр был жив и находился у руля вот этого коллектива то получается что расписной покушение на расписного на на его совести Атари на его совести Глобус на его совести это два вора из трех много перечисленных но и вот я заложил страничку вот от от чего я просто простите за мой французский как сейчас принято острить я просто охерел как раз второй раз читаю книгу дошел до этого момента заложил значит Буторин пишет у меня и самого с узбеком были нормальные товарищеские отношения и я не раз бывал у него дома поэтому подготовку к этой операции Сергей Иванович поручил мне ну что это это что вообще такое ну для меня это запредел для меня это запредел и то есть опять же если отталкиваться от того что я прочитал у господина Буторина то Сильвестр здесь выглядит не таким объединителем земель русских каким я его себе представлял а очень жестоким волевым руководителем такого мафиозного плана который очень много думал о бизнесе который уже начал вкладывать деньги и в Израиль и туда и сюда то есть то есть это было был человек очень высокого полета но насколько я понимаю беспредельно жестокий опять же мы я говорю о том ну вот я спорил с человеком который с ним на связи со Стасом говорю Стас а ему какой смысл он сидит на ПЖ он говорит это он чтобы себя обелить я говорю да что ему обелить он блин рассказывает как он людей блин удавкой душил какое тут обеление какой смысл ему куда-то на кого-то перекладывать ну не знаю пусть там они сами разбираются кто отдавал приказы кто не отдавал приказы но конечно мясорубка и я вот хочу здесь ответить своему товарищу своему коллеге который после прочтения моей книги написал или сказал уже не помню мне следующее что Миша вот я прочитал твою книгу но с таким составом блин хер его знает как ты уцелел как ты выжил вот потому и выжил друг мой что эти людоеды колбасили друг друга им не до меня было они там между собой разбирались и я тут блин Михаил Петрович ну вот вы сам автор трех книг значит там есть книги Шерстобитова вот эта книга вот как вы считаете вообще позволяют они реально взглянуть на эту эпоху 90-х ну я немножко по-другому тогда проведу сравнительный анализ да без сравнения тут не не обойдешься во-первых Дмитрий не знаю кто из вас это выбирал значит не буду политкорректен мне не нравится обложка на мой взгляд она не ярка возможно у наших собеседников будут вот ну как бы потому что по одежке встречают те кто будет знать ее купят и без обложки в виде какой-нибудь там рукописи найденной в Сарагосе но вот люди в магазине насколько вот есть вероятие что они обратят на это внимание моя моя обложка лучше наша обложка лучше у меня Мариэль на обложке я обращу я любитель хай-тека мне минимализм это вообще прекрасно ну вот видите у Мариэля другое мнение значит второй момент эта книга начисто лишена каких-либо художественных достоинств опять без ложной скромности я считаю что в моих писаниях много юмора есть какие-то вот такие моменты особенно мне нравится как я описываю лагерных ментов то есть когда у меня было время и было вдохновение это не касается третьей части когда я писал на обломе потому что я устал отбиваться вот от этого что это там не Витя Волжский там а Вася Вяткинский что я там что-то там перепутал там год рождения не тот сказал или что написал что Илья Бадья сидел со Слановскими а надо было написать что Слановские сидели с Ильей Бадьей меня это достало и скажем так что-то писать пропало желание вот но конечно в информационном плане это просто бомба это просто бомба значит я скажу сейчас несколько слов о творении господина Шерстобитова а потом вернусь к этой книге значит Заур Зугумов вообще стоя в стороне это это апология именно блатного такого блин глубинного мира это вот этот самый синий воровской мир от которым так любят иронизировать многие значит мои собеседники и господин Буторин в том числе то есть он здесь стоит особняком там есть и литературные достоинства и вот чисто сюжетная основа очень интересно там побеги какие-то разборки встречи со знаменитыми суками в общем значит я тебе сразу же сказал что книга Шерстобитова мне не понравилась потому что он вот как говорится всяк всяк сверчок знает свой шесток он описывал происходящее с точки зрения киллера исполнителя у него не было всей картины он не знал причин Осип все рассказывает причины гангстерских войн диспозиция как там распределялись как они проходили какие были последствия и на политическом и на количественном и на каком угодном уровне уровне Шерстобитов мог только написать меня посадили на восьмом этаже и сказали нажать на курок но я как благородный человек специально промахнулся или еще что-нибудь из этой серии то есть в основном вся его книга посвящена тому что как его заставили как он не хотел и значит как он был вынужден стрелять потому что если бы стрелял не он то другой бы промахнулся и убил бы там восемь невинных человек а он там убил одного виновного или вообще там стрелял мимо вот и в общем скажем так что там в какой-то момент я его книги стал просто пролистывать и вот много этих ненужных компаний ну человек собирался на лду конечно вот эта книга это доказательство того что он раскаялся искупил и встал на путь исправления этому супчику терять нечего он режет правду матку и конечно я предсказываю этой книге просто небывалый коммерческий успех потому что вот ты же мне две подарил я одну отправил ты понял кому вот а многие уже заказали прежде чем дойти до Каленова ее там уже там другие люди читают после Каленова уже кто-то очередь занимает то есть ее буквально потому что конечно он раскрывает такие тайны мама дорогая вот я лично для себя не знаю у тебя будет такой вопрос или нет но я если что его опережаю раз идет что я для себя узнал нового во первых что меня удивило вот он ничтоже сумнящийся заявляет что была братва это вот они спортсмены и автоматчики и были там синие блатные то есть он как бы разделяет не было такого разделения хотя я теперь понимаю это у нас не было они видимо нас таковыми и считали и когда мы пересеклись первый раз с Зиминым с его стороны и был такой диалог а вы кто такие что вы тут это мы говорим ну что катаржане вот тут это пощипываем помаленьку это лагерям помогает да и это себе на хлеб с маслом и он так Зимин уголовнички то есть вот как я понимаю они идеологически однозначно принадлежали к одному лагеря то есть он разделял братву и синих а второй момент ну это не то что удивление вот это ну для меня большая новость интересная новость вот Ореховский и Ореховский я когда встречался с Максом и Хохлом я думал что это люди приближенные к верхушке Ореховских нет оказывается только в Орехово было несколько бригад и вовсе не все они как например бригады Мони и диспетчера ориентировались на Сильвестра вовсе нет то есть они вообще двигались абсолютно автономно и параллельно были люди которые непосредственно вот трудились с Сильвестром а были люди которые союзничали ориентировались но тем не менее были совершенно автономны в том числе например вот эти самые Макс Хохлом это был совершенно отдельный коллектив который в какое-то время был поближе в какое-то время был подальше дальше вот для меня что я узнал и не только я сейчас об этом узнают тысячи людей вот борода такая легендарная личность Сергей борода но я думал что это какой-то такой старый авторитет он оказывается на год старше меня то есть на момент смерти ему там было всего 34 года и вот скажем так может быть это будет во второй книге не знаю я не очень понимаю каким образом он к 32 к 33 годам завоевал такой авторитет что чтобы наши слушатели понимали это был человек который был что-то типа куратора у него не было собственной бригады но и измайловские и ореховские еще несколько коллективов они все вот замыкались на этого Сергея Круглова такой то есть был и он пропал никто не знал куда он пропал и очень осведомленные люди как например герой моей книги Боря Бампер он не знал куда он делся слава богат не знал куда он делся а Ларчик просто открывался Оси удавил то есть это вот был ну в общем там допустим так что сам Борода считал что Сильвестр у него там чуть ли не должен там слушать его указаний Оси так не считал Оси считал что у него один человек над ним это Сильвестр больше но вот эта Борода претендовал на большее и он так не без черного юмора описал это событие так трое Сергеев удавили четвертого по приказанию пятого очень смешно вот то есть Культик Дракон и Ося по приказанию Сильвестра вот удавили вот этого Сергея Борода скажем так это вот ну для меня во всяком случае это одна из кровавых тайн 90-х которая открылась в этой книге для себя например то что меня касалось у меня же Долгопрудинские соседи мои вот и там вот это богутый бакинец лидеры и вот Оси описывает что они тоже входили в империю Сильвестра то есть это была бригада которая ориентировалась на Сергея Ивановича я это меня это очень удивило ну конечно с Наумом момент то есть вот эти Курганские блин он подробнейшим образом их описан очень жалко вот у тебя не было возможности приставить к нему такого человека как ты мне давал Харцизова вот очень жалко что он не дает описания вот он внешне описал по-моему чуть ли вот условно говоря вот дракон он с таким пиететом его описывает все это но мне пришлось открывать викпедию читать подробно кто он смотреть фотографии он ничего не дает описания или нет все запустил конечно вот хотелось бы вот вот такие личностные вот к частности он не описывает вот этих Курганских какими они он дает фамилии есть их фотографии но интересно же такие более характеристики психологические да и даже внешние понимаешь но я не принять не принять но объяснимо я могу понять когда убивали за большие деньги я не могу этого принять могу это понять но вот так чтобы убивали за то чтобы стравить то есть они в хороших в близких с Наумом вместе играют футбол вместе там какие-то посиделки еще что-то такое но Курганские воюют с Бауманскими а Наум не принимает участие в этой войне и Курганские по описанию господина Абутурина убивают Наума для того чтобы втянуть Коптевских в бойню с Бауманскими ну это просто блин это что там за сидит какой-то этот Виктор Корченой там шахматные партии расписывает это пипец то есть вот такие кто мог знать такие вещи потому что мне у меня брала интервью этот канал редакция инагенты значит это и там пошла бурная реакция да как вы об этом не знали да близкие Наума не знали близкие Наума были убеждены что вольнул этот что это Бауманские его вольнули почему-то я должен был это знать или там ну вообще в принципе вот конечно вот сейчас вот все это всплывает и конечно вот опять же очень много пищи для размышления дают общение с моими собеседниками мне например писали что-то там типа ореховские там типа на одну руку положат другой прихлопнут там мелочь пузатая и так далее я говорю ну прихлопнули бы а только где сейчас они вот эти прихлопыватели кто в сырой земле а кто на пожизненном они вот валили всех подряд а как в одном дешевом боевике главный герой сказал актер выпало с головы он еще в фильме одинокий волк маккейн чаку норрису морду набил хорошенько выпало из головы что джонни был крутой парень но всегда найдется кто-нибудь кто покруче тебя и нашлись вот эти курганские которые просто тихой сапой перевалили всю верхушку ореховских а господин Буторин был вынужден инсценировать свою смерть а потом этих курганских терминаторов троих из четырех ликвидировали в тюрьме те самые синие над которыми господин Буторин так иронизировал вот тебе карма вот тебе карма а то он думал все это вот потому что вот когда у меня пропала у меня пропала к нему симпатия когда я дошел до убийства некого Саши Москвы у него были павильоны на ленинских горах и посмотрел его портрет и он написал что он был субтильного телосложения но отчаянно сопротивлялся то есть явно из Катаржан такая немножко даже лицо такое ну испитое что ли сказать немножко такое вот маргинальное немножко то есть я понял что из Катаржан на блатной педали козя-бозя вот они встретились не договорились ну не договорились но блин что ж блин из каких-то сраных павильонов что ж там блин войну что ли объявлять хлопнули блин по это по ладошкам общаться начали кабаки не кабаки не кабаки там это после кабака что Санек братан айда в баньку с нами попаримся туда мы сюда он едет к ним один с полным доверием и они его там удавили что это что это из-за каких-то сраных павильонов не понимаю Михаил Петрович скажите пожалуйста вот это вот интерес к эпохе 90-х эпоха 90-х как вы думаете долго она будет стучаться к нам в окошко ну а мы наш кинематограф несмотря там на все заявления там о нашей независимости там и так далее по-любому ориентируется на Голливуд вот последний фильм Мартин Скорцезе об убийстве Хоффе снял насколько я понимаю 2-3 года назад то есть там прошли уже десятилетия и исчезновения Хоффе в американском в американском фольклоре стоит рядом с убийством президента Кеннеди то есть конечно происходят другие события но условно говоря вон вышел фильм о декабристах сколько там блин 200 лет прошло да 200 лет прошло вышел фильм о декабристах так и 90-е годы более того я думаю что снимать их будет сложнее потому что там эти малиновые пиджаки золотые цепи телефоны машины старых марок будет дороже найти чем сейчас но не будет столь яростного неприятия потому что сейчас живы те кто пострадали пострадали от этих кровавых 90-х и у них у многих несмотря на грандиозный успех бригады и бандитского Петербурга у многих есть ярое неприятие запретить почему этот канал я говорю стоп-стоп-стоп-стоп-стоп давайте начнем с ну погоди котеночкин жив посадить говнюка и это же все же 90 процентов болеют за волка это пропаганда хулиганства антиобщественного образа жизни гайдай вообще головорез снял фильм о похищении человека и какого комсомолки спортсменки это просто блин а бриллиантовая рука воспевание контрабанды ну и так далее и так далее сейчас же это никто так уже не воспринимает а вот бригаду надо срочно запретить там и так далее ну это просто потому что это было не так давно а как только пройдет время но есть другая опасность кто будет рассказывать о том как было или придется снимать по воспоминаниям там престарелых выживших из ума там этих отставных или брехливых адвокатов вот которые там бегали подай принеси подай патроны вот а сейчас будут там изображать себя вершителями судеб преступного мира что там я посоветовал я сказал действовать так и так далее и так далее Михаил Петрович скажите огромное количество молодых парней пассионарных с определенными профессиональными знаниями и навыками на протяжении там десятилетия убивают друг друга в детородном возрасте вот это же трагедия для страны это трагедия причем не первая давайте вспомним так называемый период феодальной раздробности раздробленности на Руси который не закончился даже после татаро-монгольского ига как резали друг друга там родные двоюродные братья и нередко были случаи когда отец и сын шли друг против друга крестьянские восстания пугачевская пугачевская этого господи блин выпало из головы Кондратия Булавина Степана Разина гражданская война ну хорошо война ну потом-то что потом-то еще 10 лет убивали тех кто эту гражданскую войну сначала проиграл а потом начали убивать тех кто эту гражданскую войну выиграл а после войны скольких упаковали в лагеря те кто был в плену там кого там не хватило мужества где-то там как-то себя проявить кто там сдался и так далее когда это кончится и 90-е то же самое я сколько раз негодую что ведь описываешь что что там как они описывают что люди твердого характера несгибаемые воли тренированные непьющие туда-сюда какую пользу могли бы стране принести самое главное прецеденты то были возьми как Ермака и всю его эту ОПГ казачью использовали херак блин Сибирь и до сих пор блин в куражах вся таблица Менделеева живем за счет да вся таблица Менделеева у нас вот у них же даже фамилии не было у них там погоняло там кольцо там или я бодия колька рукомойник ванька гвоздь то есть все это было ОПГ времен Ивана Грозного или ЧВК назовите как угодно во всяком случае это были нерегулярные войска большое спасибо Михаил Петрович может быть что-то еще хотите добавить конечно конечно два момента ну вот говорят что бытие определяет сознание но после прочтения этой книги конечно вот глядя как изменилось лицо этого поначалу такого приятного улыбчивого парня с открытым лицом начинаешь верить вот в сторонников идеализма и начинаешь понимать что в какой-то мере и сознание определяет бытие конечно лицо его и вот все ужасы которые он творил прямо отразились на его лице второй момент отвечаю тем заранее кто напишет что твоя книга отстой там ее там рядом не стояло ребята оси на пожизненном ему нечего терять и мог ли я написать поострее конечно мог но я в ответе перед людьми допустим у меня происходит какое-то пересечение с кем-то я даже об этом не могу написать потому что те люди которые были с другой страны у меня нет от них разрешения упоминать их имена и я не буду этого делать не забоюсь а по этикету конечно в этом плане он такой отвязный тип тут люди там запрещали мне упоминать точнее я неправильно выразился просили меня не упоминать даже их близких потому что ассоциации будет говорят упомянешь его значит он-то покойный с ним ничего но ассоциации сразу же будет со вторым пожалуйста не надо о нем писать кто-то в суд подавал на журналистов за упоминание его имени как руководителя ОПГ а тут херак все в цвет все в цвет все про всех блин и например вот несколько месяцев назад по телевизору показали смотрю блин знакомая физиономия мал заприняли лет 30 назад я с ним общался Коптевский малый он у меня в книге под другим именем выведен а он описывает как убивали Кутепа то есть я знал этого Кутепа но он уже отходил в сторону уже выбирал свой путь но тем не менее никто не знал как его убили кто его убил а здесь он описывает в деталях и говорит мы его в лицо не знали нам Коптевский МАЛС показывал то есть ну что это блин то есть сейчас МАЛСу конечно я знаю существует отдел по преступлениям 90-х они там сейчас микроскопом изучают эту книгу то есть у МАЛСа вот эта делюга теперь по ликвидации Кутепа как землян за колхозом поэтому огорчу тебя Дмитрий Батькович что будет вторая книга или нет ты аванс не плати значит потому что сейчас к нему конечно он обещает вторую книгу и сейчас к нему на него будет оказываться очень большое давление чтобы там соответствующих имен вот как в этой в первой не было во второй книге и скажем так конечно теперь репутация этих людей это вопрос его совести если она у него осталась большое спасибо Михаил Петрович за очень интересную беседу вот спасибо вам всего доброго спасибо 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 Продолжение следует...